ребятишки привет я заметил что одно из моих видео а именно совойская капуста вам неплохо зашла и поэтому пользуясь случаем и сезоном другой капусты которая называется бруссельская решил также показать как я ее готовлю рецепт как всегда вы у меня найдете под видео я буду готовить в маленьком количестве всего на одного человека но вы соответственно калькуляции уже можете приготовить на пять десять тысяч человек не имеет значения очищенная готовая капуста выглядит вот так обрабатывается она просто кочерыжка слегка срезается верхней вот эти листочки которые некрасивые убираются и кочерыжечка вот так крест-накрест надрезается это нужно для того чтобы капуста быстрее проварилась и остальные все точно так же ничего сложного нет ну как правильно такую работу выполняют на кухне ученики или помощники потому что на большое количество людей это занимает большое количество времени сделать им не одолжение не покупайте такую капусту в замороженном виде иначе вы сразу убьете всю любовь к ней капуста готова я исхожу из расчета 100 грамм готового продукта именно капусты на одного человека этого поверьте мне будет достаточно но если у вас вообще зверский аппетит но возьмите 150 вот сейчас у меня в данном случае 150 грамм но просто это все что у меня есть и я приготовлю это сразу лук и бекон я уже порезал кубиками и они меня дожидаются на плите чтобы долго не тянуть кота за хвост я уже заранее лук в сливочном масле отпассировал до прозрачности до прозрачности чтобы он только был готов если вы готовите в маленьком количестве как я сегодня то при пассировке лука добавляйте воду холодную горячую не имеет значения это нужно для того чтобы лук у вас не сгорел а равномерно отпассировался то есть приготовился бекон я уже обжарил с маленьким количеством добавления растительного масла здесь кто как любит вы можете его сделать как хрустящим чего я не очень люблю старый человек зубы уже не те а если зубы позволяют и желание то можете сделать с хрустом готовый бекон я отправляю на бумажную салфетку ну чтобы просто лишний жир впитался нужно следить за своим холестерином для этого у нас есть прекрасное сливочное масло вода у меня уже кипит пол литра воды и чайная полная ложка соли отправляю капусту накириваю можете поставить таймер на телефоне и через 8 минут начните уже капусту проверять ножичком слегка чик и она уже на небесах да и следите за тем чтобы капуста у вас обязательно кипела если мало ли у вас попадутся более крупные клубни разрежьте их пополам или даже можно на четвертиночку а то получится так что крупный качанчик еще не проварился а маленький уже в труху в качестве гарнира к такой капусте подойдет как нельзя лучше картофель я скину вам пару ссылок что у меня есть на канале выберите для себя сами мясо к такой капусте я предпочитаю все-таки свинину к чему бы я лично не стал ее есть это курятине а так полный вперед пока капуста варится отправлю сразу бекон знаете здесь смотрите если кто-то из вас мусульманин но не делайте вы с беконом или если кто-то не любит лук но не делайте вы с луком возьмите просто сливочного масла все будет прекрасно но если вы еще не дай бог веган но возьмите да хоть что ли маргарин или оливковое масло на крайний случай прошло 9 минут капуста моя готова здесь значит следующий вариант если вы хотите есть вот прямо сейчас что было бы кстати очень хорошо то вынимаем капусту и сразу и отправляем сковородку все она готова но так как я буду есть не сейчас а вечером то есть смысл капусту сразу охладить если у вас нет льда охлаждайте просто холодной водой это нужно для того чтобы капуста сохранила свой цвет и чтобы мы остановили дальнейший процесс варки все-таки пока она еще горячая она варится дальше важно капусту не переварить все она у меня остыла я ее отправляю к основной массе добавляю черный перец натираю мускатный орех совсем чуть-чуть и все по специям мы закончили и перекладываю в посудину разогреть такую капусту вы можете как в микроволновой печи так и в сковороде чтобы не делать еще одно видео как приготовить такую капусту воспользуйтесь просто-напросто моим видео о совойской капусте там вам нужно будет всего лишь приготовить соус соус готов соединить с готовой капустой но уже без лука и бекона и будет вам счастье будет у вас розенколь а ля крэм а другими словами бруссельская капуста в сливочном соусе всем удачи в экспериментах и всем приятного аппетита